привет друзья буквально недавно мы с вами собирали цифровые резисторы и разбирались как же ими управлять но одно дело разговаривать о чем-то в теории и нажимать кнопочками показывать что мол да все управляется другое абсолютно дело заниматься настоящей какой-то практикой и именно сегодня мы этим с вами и займемся всю работу будем проделывать поэтапно займемся сначала прототипированием а потом уже построим какое-то готовое устройство но перед тем как начать проведу небольшой экскурс в прошлом видео вы меня спрашивали о том можно ли с помощью этих цифровых резисторов управлять импульсными 10 10 преобразователями как например тем который вы сейчас видите на экране я думаю что не для кого из моих зрителей не секрет что подобные преобразователи используют в том числе и для того чтобы строить свои регулируемые блоки питания для этого выпаивается подстроечный резистор и на проводах подключается потенциометр либо многооборотистый либо обычный но суть всегда в том чтобы у этого резистора был ресурс не столь ограничен как у подстроечного и можно было накинуть какую-то красивую ручку ну и можно ли или нельзя место механического переменного резистора подключить цифровой чтобы допустим управлять им с помощью там кнопочек или энкодера тут если честно уж совсем говорит что если бы кто-то все-таки читал даташиты то спрашивать и не пришлось бы я вот почитал но давайте практически к этой задачи подходите и замеряем напряжение на потенциометре и это при том что на выходе с понижайки у нас сейчас 8 вольт идет а вот на нашем делителе мы видим напряжение в 6,7 вольта это потому что с выхода сюда идет контроль на микросхему открываем даташит и видим что цифровой резистор который мы использовали x9c может максимум через себя пропускать 5 вольт ну как бы мы уже совсем не вписываемся давайте теперь для прикола поднимем напряжение на источники питания соответственно поднимем напряжение на выходе с понижайки допустим выставим 20 вольт и видим что на потенциометре у нас 18,7 вольта следовательно если мы для регулировки подключен цифровой потенциометр именно x9c то он у нас просто-напросто сгорит если конечно же мы не будем регулировать только в диапазоне выходное напряжение от 0 до 6 вольт к примеру можно конечно же на колхозить поставить там к примеру триггер усилитель пару транзисторов но наверное тут уже будет проще подобрать резисторы которые могут работать в диапазоне более высокого напряжения я пока не искал но уверен что такие есть а вот x9c я бы использовать не рекомендовал ну что ж друзья давайте тогда начнем управлять усилителем для динамиков тем более что на этом динамике у нас органы управления включающие в себя кнопку запуска регулировку громкости и простенький эквалайзер находится на задней панели и это реально капец как неудобно тут мы с вами имеем на усилителе три двухканальных потенциометра и я думаю что мы без труда сможем их заменить на цифровые а если все пойдет по плану сделать даже пульт дистанционного управления ой ручка сломалась ну по идее она нам с вами и не понадобится потому что все таки мы будем организовывать цифровое управление тут кстати говоря чтобы отделить усилитель от декоративной панели необходимо отпаять светодиод я думаю что конечно очень технологично сделали а мои друзья из компании pcbway делают печатные платы и делают это лучше чем кто-либо многослойные сложнейшие и супер высокого качества печатные платы когда мы слышим эти слова мы конечно же всегда думаем про pcbway крутой и удобный сайт где заказать печатную плату это дело нескольких секунд и ты можешь посетить этот сайт по ссылке в описании тут несмотря на то что я просто уверен на сто процентов что напряжение на переменном резисторе точно не превышает 5 вольт все-таки не лишним будет проверить в общем как вы видите все подключил и музыкой играет и как мы видим напряжение мультиметр нам показывает какие-то мили вольт и да я понимаю что здесь как бы мультиметром не совсем правильно мерить хорошо было бы подключить осциллограф но даже при таких измерениях не совсем верных абсолютно понятно что до 5 вольт здесь никогда ничего не поднимется а именно это нам сегодня нужно поэтому можем уже смело приступать к выпаиванию переменного резистора я думаю что сразу всеми резисторами переменами мы заниматься не будем все будем делать последовательно модульная и задачи разобьем на множество подзадач чтобы проблема решать также не разом скопом а по мере их поступления ну и прежде всего я решил естественно заняться регулировкой громкости все-таки как бы там ни было это главная регулировка на усилителе как видно резистор здесь стоит на 50 килоом и регулировка у него происходит линейно о чем говорит нам буковка а в начале номинала и это на самом деле очень хорошо потому что у нас есть цифровой резистор 50 килоомного номинала и он как мы выяснили в прошлом видео тоже регулируется линейно пока что буду собирать все на макетной плате это относительно быстро да и нужно нам все испытать потому что если вдруг что-то пойдет не так я всегда смогу разобрать ну и просто забыть про это или пойти по какому-то другому пути пока что буду управлять через модуль без дребезговых кнопочек прям напрямую плате подключенному потому что но опять же ничего программировать ничего изобретать не нужно и кнопками данный цифровой резистор отлично как вы уже это видели управляется единственное что действительно придется подпаять так это провода к плате на то место где еще недавно стоял настоящий переменный резистор я думаю вы уже поняли что пока обойдемся всего-навсего одним каналом во первых у меня второй динамик просто-напросто не здесь находится где я работаю но во вторых организовать второй канал это всего лишь на все продублировать то что уже было сделано еще раз при этом если у нас нет какой-либо нужды балансировки каналов а это как правило делается на самом источнике воспроизведения то органы управления на второй канал мы можем просто-напросто раз параллелить итак друзья все подключено органы управления цифровым резистором подключены опять же если вам интересно или непонятно каким образом это все управляется то прошлое видео пожалуйста смотрите предварительно за кадром я проверил работоспособность цифрового резистора прям вот здесь прям вот при этой сборке но когда я включаю усилитель я слышу следующее да друзья это называется 50 герцовый шум с одной стороны вещь конечно же неприятная но с другой стороны победить ее зачастую получается и достаточно легко изначально я начал искать проблему в длинных проводах и решил напрямую припаять модуль к плате но результат это к сожалению не дало шум хоть и стал немного совсем потише но все равно был слишком громким затем я решил использовать экранированный провод стало еще немного лучше но тоже до конца не исправила и после я уже объединил экран усилителя и минус блока питания и у меня собственно шум практически пропал совсем конечно немного осталось особенно когда музыка не играет то вот чуть-чуть шуршит но мы как бы сейчас на этом заострять свое внимание не будем я думаю что когда мы все-таки уже дойдем до готового устройства то экранированный корпус нам данную ситуацию полностью исправит если подытожить то на данный момент с усилителя у нас музыка играет шума практически нету и с помощью цифрового резистора у нас получается регулировать громкость конечно же есть одна проблема которая меня на самом деле беспокоит но про нее поговорим немного уже позже на все что на данный момент у нас получилось и все что заработало я нарисовал простенький схематик чтобы случае чего потом восстановить события понятное дело что на данный момент времени это не очень актуально потому что все слишком просто но в реальной разработке данная привычка бывает очень полезной так что берите на вооружение теперь же я решил что хватит управлять кнопками нужно переходить на микроконтроллер выбор пал у меня на ESP8266 ну как бы почему бы и нет энкодер к ней подключил в виде платы ноды МЦУ я сейчас буду ее использовать тут решил на данный момент не заморачиваться просто дернул с интернета первый попавшийся простейший скрипт управления тут имеется переменная в которой содержится в числовом значении положение энкодера то что надо конечно же протестировал это все работает стабильно и дребезг отсутствует то что надо тем более для промежуточного этапа теперь конечно же необходимо отключить наш кнопочный модуль и наконец-то подключить к цифровому резистору какой-никакой микроконтроллер здесь все максимально просто на ESP мы конечно же кидаем питание а также задействуем еще две ноги взамен тех контактов которыми мы управляли с помощью кнопок но даже в таком случае я все равно нарисовал схематик чтобы ничего не забыть и потом не вспоминать какие выводы где у меня были задействованы по коду здесь все как обычно максимально просто сначала объявил две ноги в функции loop написал условие где сравнивают текущее положение энкодера с предыдущим и если есть разница то вызываю новую функцию резистор а уже в этой функции путем не сложных математических вычислений определяя направление движение энкодеры соответственно сколько было сделано шагов ну и в зависимости от результата дергают за ножки в таком же порядке каком и нажимал кнопки на кнопочном модуле и как результат мы с вами имеем хоть и простую хоть и в полуфабрикатном макетном виде но тем не менее рабочую систему вы меня возможно сейчас спросите зачем вообще это можно было делать потому что как у нас была ручка регулировки громкости так в принципе и осталось то у меня для вас есть ответ если вы не понимаете что мы перешли с аналоговой регулировки на цифровую и теперь звук на нашем динамике можно регулировать буквально с любой точки мира с огромного просто ассортимент различных устройств и если вы детишки этого не понимаете то вам пора смотреть мультики и идти спать ну а тем кто все-таки старше уровня развития листальщика ленты в тик токе я хочу сказать что все-таки небольшая проблема у нас тут имеется заключается она в том что цифровой резистор как вы знаете это не что иное как резисторная сборка где делитель подключается в различные ее части в данном случае у нас 99 резисторов что по сути представляет из себя 100 операций что на мой взгляд должно было полностью покрыть такую задачу как регулирование уровня звука но случилось то что я предвидеть не мог и заключается это в том что данные ступеньки звук регулирует неравномерно то есть в начале диапазона где у нас нулевая ступенька допустим это тишина а первая ступенька когда уже играет музыка переход слишком резкий и музыка на первой ступеньке слишком громкая на видео это не так сильно выражено потому что звук я писал на микрофон камеры но думаю суть вы уловили кстати говоря шум на фоне это не усилитель это вентилятор и кстати чем громче делаешь звук тем разница между ступеньками становится менее заметной и я лично думаю что тут дело именно в устройстве самого усилителя просто когда мы ручкой плавно крутили звук мы это совсем не замечали да и честно говоря у меня громкость всегда на этих динамиках была выставлена где-то посередине и звук я регулировал уже с компа но сейчас конечно же хочется в начале диапазона регулировки получить более плавные переходы чем мы с вами займемся в следующей серии если друзья у вас есть какие-то для меня советы то как обычно буду рад прочитать их в комментариях а на этом на сегодня все пока пока а а